Плагиат Сегодня мы поговорим о том, почему плагиат в любой своей форме считается неприемлемой. Какой вред плагиат может принести студенту при подготовке письменных работ, а также о правилах, которые помогут избежать плагиата. Настораживает тот факт, что среди студентов даже христианских учебных заведений наблюдается довольно снисходительное отношение к плагиату. Вероятно, это является наследием нашего советского прошлого, где право частной собственности часто приносилось в жертву коллективному сознанию и всеобщему благу. Но как бы то ни было, надо стремиться преодолевать эту привычку к плагиату. Для этого имеется несколько весомых причин. Во-первых, с христианской точки зрения плагиат – это грех. Такой же грех, как воровство или обман. Не зря в западных семинариях студент, улеченный в списывании чужой работы, что является актом хищения, отчисляется немедленно и безоговорочно, без права восстановления. Действительно, разве может студент, так легко совершающий серьезное преступление, стать достойным пастором? Во-вторых, широкое заимствование чужих мыслей, идей и другого, так же, как и грубое пренебрежение правилами цитирования, является нарушением авторских прав, то есть преступлением против закона. В число авторских прав, кроме всего прочего, входит право автора называться им и публиковать свое произведение. В-третьих, плагиат сводит на нет смысл обучения или исследования. Даже когда в прежние времена нечестные люди переписывали чужие работы от руки, они хотя бы невольно знакомились с содержаниями этих работ. Современные же методы плагиата абсолютно бесполезны для развития человека. Студентам, которые его практикуют, можно посоветовать таким же образом поделать на компьютере и диплом, просто распечатав его на принтере, ибо ценность диплома, который они надеются получить путем обмана, будет ничем не выше ценности диплома самодельного. В-четвертых, каждый преподаватель, которому хоть однажды приходилось проверять студенческие работы, которые пестрили заимствованными массивами чужих мыслей без должного указания на их авторство, знает, какое это часто бессмысленное занятие. Ведь никакого наличия знаний или навыков у этих студентов такие работы не подтверждают. А если учесть, что на написание такого бездарного надгробия неизвестному автору-студенту зачастую требуется меньше времени, чем преподавателю, на его беглое прочтение, то его проверка — это еще и унижение. Короче говоря, использование плагиата — это унижение достоинства любого уважающего себя студента, а также проявление непочтения к преподавателю. И последнее. Сколько веревочке не виться, а конец будет. Проходят те времена, когда студенты могли безнаказанно радоваться, что обманули профессора. Современные методы проверки на плагиат позволяют выявить практически 100% заимствования текста, какой бы тонкой эта нарезка чужих мыслей ни была. Все больше внедряются специальные системы антиплагиата, например, система с названием КРОТ, которая сравнивает работу студента с миллионами других работ. Наши зарубежные коллеги уже давно развернули войну с плагиатом, с закономерным для такого процесса исходом, то есть отчислением улеченного студента. Созданы компьютерные программы, созданные компьютерные программные продукты, помогающие преподавателям в этом нелегком деле. В Соединенных Штатах Америки и Великобритании существует несколько программ, которые позволяют определить случай плагиата. На экране сейчас вы можете видеть название этих программ. Еще в 2006 году появилась система обнаружения плагиата в сети интернет-сервис и в Российской Федерации. Это antiplagiat.ru. По мнению экспертов, принцип действия программы несложен. Для проверки текст необходимо загрузить на этот сайт, и система проверит его на схожесть с содержащимися в базе данных текстами. Диагностика позволяет определить процент скачанного текста и ссылок на оригинальный текст. По мнению разработчиков, данная система работает достаточно тонко, поскольку устойчива даже к синонимам. В общем, лучше не списывать с опубликованных делиба, в том числе и в интернете текстов, даже с иностранных, потому что преподавателю они уже, возможно, попадались. Но чаще всего преподавателю и проверять ничего не надо. Он уже представляет, на что способен тот или иной студент. И если работа написана не им, легко может это обнаружить. К тому же преступление не имеет срока давности. То есть, даже если незаконное списывание или присвоение авторства обнаруживается через много лет, учебное заведение обязано аннулировать выданный диплом и поставить перед поместной церковью бывшего студента вопрос о постановке его на замечание.